Игорь Борисович, сегодня на встрече хотела бы с вами обговорить эффективность совещаний. Мы расквартно рассматриваем этот вопрос и мы подготовились. У нас здесь есть в таблице общий свод всех совещаний, которые у нас есть. Это с моим участием или все? Да, это с вашим участием, только с вашим участием. Да, их около 80, да, тут и личные, и общие, которые вы проводите. Также мы собрали критерии по изменению, то есть что у нас советует методология. У нас здесь есть методология из книги совещания по IDISO. Очень понравилась нам методика спринт-ревью. У нас уже в некоторых департаментах это внедрено, предлагаем уже распространять дальше, потому что методика эффективная. Ну и, конечно, мы провели... Я читал, там же я книги читал, там совещания, что-то много книг читал на эту тему статей. Так, ладно, что там? Да, ну мы, конечно же, провели опросы среди наших директоров сети, чтобы понимать, что им нравится, что не нравится. Они проставили оценки, все нам рассказали и так же дальше. А какие результаты, какие у нас? Ну вообще оценки, в принципе, в целом все хорошие. Ну то есть нету такого, что меньше четверки. Это уже хорошо. Самая низкая оценка 4,3, но это, я считаю, приемлемо. Просто нужен небольшой переформат, чтобы повысить интерес. Это же не с моим... То есть я проужу это сочинение? Нет, не все, которые... Вы проводите проектный комитет у нас проводит, департамент управления дел по проектам, поэтому это не вы проводите. Самое популярное, которое вы проводите, развитие управления, конечно, у него 4,9%. Конечно. Собрали обратную связь от руководителей отделов, тоже очень большой объем работы провели, от наших специалистов ОРП также. Ну и вот хочу вынести некоторые предложения с вами на согласование. У нас есть общее совещание по сети, которое мы проводим раз в месяц перед директорами сети, где каждый департамент говорит ревью за предыдущий месяц. У нас там сложилась такая проблематика, что у нас немалая посещаемость городов, у нас в большинстве подключается ЦО. И то есть из 50 человек мало очень городов... А видео смотрят? А видео тоже просмотров идет очень мало. Тогда отменяйте сейчас. Да, и руководители департамента говорят, что тратится много времени на подготовку, это действительно так, а слушают мало, поэтому из предложения их убрать... Да, конечно. Я вообще считаю, ну, давай там... Такое, видите, не надо со мной ничего согласовывать. Если цифры показывают, что это неэффективно, убираем. Мало ли что кажется, цифра есть цифра. Да, хорошо, договорились. Также есть вопрос по встрече по конверсии. Помните, мы с Михаилом и Ирмой ранее обсуждали по конверсии сайта, заявок различных, что у нас идет в интернет-маркетинге, как заявки конвертируются. И есть предложение его убрать, в плане того, что мы его внедряли очень давно, еще когда работала Ирма, она отчитывалась. Сейчас предлагается убрать и рассматривать, уделять небольшое время во время встречи по маркетингу, чтобы Миша Егоров рассказывала. Слушай, да я только сказал, ты вообще без меня все это не был. Ну, чтобы вы были в курсе наших изменений, это очень важно. Я бы всегда все в курсе. Может быть, вы хотите... Ты мне расскажешь, крайне случайно. Вот я поэтому вам и рассказываю. Потом такие изменения мы планируем. Ну и некоторые встречи мы хотим просто объединить. У нас есть сервер по текучести, их у нас две проводятся. И поэтому мы хотим объединить в одну, чтобы не распространять их по всему календарю. Динамика положительная, поэтому нормально. Слушай, а из этих жалоб что пишут? Подкрой, включи, покажи. Из жалоб? Ну, не сказать, что это жалобы. Лен, покажи, чтобы все узнали. Так, ну то есть основные какие там жалобы, предложения? Основные пожелания, это нам нужны ревью по проектам. То есть, чтобы все руководители департаментов и сами департаменты были в курсе, какая работа ведется непосредственно самим руководителем. Ну и просят придерживаться больше повесток, потому что иногда мы уходим в такие рассуждения животрепещущих проблем. Но мне кажется, это нормально, потому что... Нет, ну мы же все время, конечно, все по программе делать, там можно с ума сойти. Да, это будем не мы, потому что мы такие темы, которые у нас идут на гребни волны, там, скажем, мы их обсуждаем, и это, мне кажется, важнее, чем какая-то ранее проработанная повестка. Это у нас такие встречи, тактический комитет, допустим. Мы же изначально решали, что он будет по тактическим вопросам, поэтому тут, мне кажется... Ну, смотри, я думаю, тогда... Думаю, какое вот по этому вопросу. Давайте тогда так сделаем. Так, во-первых, вы другие департаменты тоже проанализировали, без меня где совещание? Конечно, конечно, да, мы посмотрели, проанализировали, и далее у всех уточнили, как у них идет фиксация по итогам совещания, как они исполняют эти задачи, попросили привести примеры. Департаменты все привели, все у них фиксируется, все у них ведется, но не хватает им интеграции, каких-то кросс-функциональных встреч, чтобы быть в курсе. Все, давай, смотри, как. То есть, во-первых, правильно регулярно работу проводите, дальше я думаю, что мы должны сейчас все-таки научиться давать оценку эффективности именно самих совещаний, нам, самим. То есть, мы вот сейчас вот посмотрели, что, в принципе, высокое, но есть отстающее. Давай с отстающим проработаем, что им не хватает. Может быть, коучинг-менторство взять, вот именно по этим совещаниям. Давай получше подготовимся. Вот, может быть, подключитесь туда сами, к процессу подготовки. То есть, что делают, как зовут, какая там исполняемость. Давай еще, тут еще не было экономики. То есть, понятно, что у нас там, почему, может быть, где-то мы не видим зону, в которой надо уже включать совещание, вопрос, там, системы. Все, допустим, у нас очень низкий балл набрал онлайн-трансформация бизнеса. И низкая причаиваемость, хотя это явно там, сейчас это не очень тренд, но видишь, очень понятно. Давай тоже вот это вот посмотри, так интегральный, давай там, может быть, предлагать, допустим, публично выставлять, какие мы хотим совещаниям, может, голосовать за то, что надо добавлять. Ты даже можешь вот так вот делать. А так, ну, все, работа хорошая, меня там, информируйте, что вы там, что меняете. И где-то, слушай, лишний раз, прям не жди согласования, потому что наступит эта встреча раз, примерно в 3 месяца, да, походи? Да, да, походи. Раз 3 месяца, то есть заранее, что-то неэффективно, все, сама взяла, убираешь. Да, вам просто говорю, я убрала. Убрала, да, все, что-то, знаешь, там, мы там время на это не тратили. Вот, все, ну, иди, давай тебе хорошего отдыха. Спасибо. Когда назад вы зашли? В субботу. А, в субботу, это 3 дня, да? Да, да. Ну, ладно, все. А там кататься не хочешь? Нет, отдыхать, любоваться морем. Любоваться морем, все, любоваться, все, надо, давай. Все, спасибо.